Всем привет дорогие друзья, с вами Клеб Задой и это новостной выпуск. Сегодня мы обсуждаем следующие темы. ФРС резко повысила процентную ставку. В Европе готовятся к полной остановке поставок газа из России. Однако Россия не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу. Байден считает, что экономика США не вступит в рецессию. Россия выходит из МКС. Объем кредитования застройщиков жилья вырос на 25%, а россияне стали чаще путешествовать по регионам. Эти и многие другие новости мы обсудим в сегодняшнем нашем видео, поэтому обязательно досмотрите видео до конца и поставьте лайк авансом. А в конце у нас будет маленький конкурс. Собственно обязательно досмотрите до конца и там я расскажу про его условия. Ну и собственно давайте начнем. Федрезерв пошел на самое агрессивное ужесточение политики с 80-х годов. ФРС США повысили базовую ставку на 0,75% и сделали они это в третий раз подряд. Так агрессивно американский регулятор не действовал с 80-х годов. Решение принято на фоне максимальной инфляции за последние 40 лет. И ФРС отметили, что повышенный уровень инфляции из-за дисбаланса спроса и предложения, связанного с пандемией. Повышающий эффект на цены оказывают также конфликт на Украине. Регулятор отметил, что допускает дальнейшее повышение процентных ставок. Ну и огромное внимание было приковано к пресс-конференции Джерома Пауэлла. Давайте обсудим несколько выдержек из этой пресс-конференции. Во-первых, Джером Пауэлл сказал, что экономика устойчива, но инфляция слишком высокая. Ожидается снижение инфляции в ближайшие месяцы. Также он сказал, что возможно еще одно большое повышение ставки. Это зависит от поступающих данных. А также он отметил, что ФРС не будет сомневаться относительно проведения жесткой политики, если это понадобится. ФРС продолжает активно сокращать баланс. Сейчас они сокращают баланс на 47,5 миллиардов долларов в месяц. Ну а с 1 сентября объем сокращения баланса ФРС достигнет отметки в 95 миллиардов долларов в месяц. Ну и собственно также Джером Пауэлл отметил, что рынки нормально абсорбируют сокращение баланса ФРС. Ну и также он отметил, что мы не считаем, что у нас должна быть рецессия. Ну надо сказать, что многие трейдеры и инвесторы на этой неделе в общем-то удивлялись тому, почему же при повышении ставки Федрезерва рынки, в частности американские рынки, довольно бодро выросли на этой новости. Хотя казалось бы повышение процентной ставки это негативный фактор для американской экономики, ну и как следствие американского фондового рынка. У меня на эту тему был отдельный пост у меня в телеграм-канале. Кому интересно, почитайте. Ссылку на телеграм я обязательно оставлю под этим видео. Ну и собственно логика здесь очень простая. Дело в том, что участники рынка считают, что самое сложное время для американской экономики и для ставки Федрезерва, оно уже позади и скорее всего дальше Федрезерв не будет так агрессивно повышать процентные ставки. Инфляция действительно имеет все шансы замедлиться. Ну и соответственно в силу того, что рынки всегда отыгрывают ожидания, мы наблюдаем, что в общем-то рынки и выросли на негативных данных, на негативной информации относительно повышения процентной ставки. Но на самом деле я скажу, что то укрепление стоимости американских акций, которые мы на текущий момент наблюдаем, это всего лишь временная коррекция и собственно глобальные нисходящие тренды на американском фондовом рынке пока еще не закончились. Ну и вполне вероятно, что в общем-то американские фондовые индексы еще обновят минимумы до конца текущего года. Так что будьте крайне внимательны. Господин Байден считает, что экономика США не вступит в рецессию. На мой взгляд у нас не будет рецессии, это сказал Байден журналистам по видеосвязи. Ранее представитель Минфина США заявлял, что темпы роста занятости в стране могут начать снижаться, однако рецессии в экономике пока не наблюдается. Опасения по поводу рецессии в США являются одним из основных негативных факторов на финансовом рынке. Инвесторы боятся, что рекордное за 40 лет инфляции действие Федрезерва по ужесточению ДКП могут вызвать сокращение американского валового продукта и привести к росту безработицы. Но с другой стороны, опять же, мы с вами наблюдаем, как негативные данные приводят все-таки к тому, что американский фондовый рынок наоборот растет. Ну, в общем-то, инвесторы пока беспокоятся, конечно, относительно перспектив американской экономики, но все-таки считают, что в будущем, к концу года, либо к началу следующего года ситуация должна стабилизироваться. Ну и вот на этом фоне очень интересно посмотреть на прогнозы Международного валютного фонда. Они обновили свои прогнозы, а, собственно, по ВВП США в МВФ прогнозируют, что внутренний валовый продукт в Штатах вырастет на всего лишь на все 2,3% в 2022 году. Ранее отмечалось, что в прогнозах, что рост будет на 3,7%, но в следующем году ожидается, что ВВП США замедлится до 1% с плюсом. Ранее в МВФ прогнозировали 2,3% роста ВВП. По еврозоне примерно такая же ситуация. Прогноз пересмотрен в худшую сторону в 2022 году с 2,8% до 2,6%. Достаточно оптимистично, как мне кажется. Ну и в 2023 году ожидается, что, собственно, ВВП замедлит свой рост 2,3% до 1,2%. Это уже достаточно серьезно. Также интересно посмотреть на ВВП в России. В МВФ говорят, что в этом году, в 2022, российская экономика потеряет 6%, а в следующем году она станет меньше на 3,5%. К слову, если по американской экономике и европейской экономике МВФ ожидают замедления темпов, собственно, роста экономики, то и в России, соответственно, тоже ожидают того, что ситуация в экономике будет несколько хуже в следующем году. Вообще, в целом, прогнозы МВФ на следующий год, они довольно-таки удручающие. В России экономика в следующем году сожмется на 3,5%, хотя ранее ожидалось падение всего лишь на 2,3%. В общем, следующий год будет весьма-таки непростой. Ну и что касается мировой инфляции, в 2022 году ожидается инфляция 8,3%, а в 2023 в МВФ ожидают, что инфляция будет 5,7%, хотя ранее ожидали, что будет 4,8%. Опять же, здесь немножко ухудшили свои прогнозы. Глава Еврокомиссии призвала готовиться к полной остановке поставок газа из России. Полное прекращение поставок газа из России в Европу совсем не за горами. И рано или поздно оно должно произойти. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Согласно официальному пресс-релизу, государство ЕС обязуется сократить потребление газа на 15% по сравнению с средним потреблением за 5 последних лет. Евросоюз собирается это сделать в период с 1 августа текущего года по 31 марта 2023 года. Собственно, глава Еврокомиссии напомнила, что Газпром частично поставляет газ или вообще не поставляет газ в 12 стран Евросоюза. Ну и собственно, далее цитата. Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию. Полной остановке поставок газа рано или поздно. Собственно, в начале лета Газпром значительно снизил прокачку сырья по северному потоку. Мы с вами это в общем-то знаем. Но при этом, по мнению экспертов рынка, все-таки европейские компании, скорее всего, успеют заполнить свои газовые хранилища до целевого уровня в 80% до начала газового сезона. План Еврокомиссии, представленный 20 июля, уже рискритиковали ряд европейских государств, такие как Португалия, Греция, Польша, Испания. Страны Европы хотят смягчить план Еврокомиссии. Ну и по расчетам этой самой комиссии, в случае холодной зимы ВВП Евросоюза может сократиться на 1,5%. Но вот, например, в МИДе Венгрии уверены, что предложение Еврокомиссии сократить потребление газа практически неосуществимо. Они считают, что в этой самой комиссии лучше заняться поисками новых источников газа. В министерстве поясняют, что непонятно, кому именно нужно будет снижать потребление газа. Ну и, собственно, далее цитата заставляет задуматься тот факт, что чрезвычайная ситуация в энергетике не в той стране, против которой мы вводим санкции, а у нас, которой эти санкции и ввели. Вот такие вот новости из Евросоюза. Ну, кстати, тем временем биржевые цены на газ в Европе превысили в очередной раз 2000 долларов за 1000 кубометров. Сделали они это впервые с марта месяца. Стоимость газа резко подскочила на этой неделе после сообщения о том, что Газпром планирует снизить поставки газа в Европу. С 27 июля прокачка по газопроводу «Северный поток» снижена до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки. А это всего лишь на все 20% от номинальной мощности магистрали. При этом помощник президента, пресс-секретарь, точнее президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не заинтересована в полном прекращении поставок в Европу. Он отметил, что де-факто Москва во многом гарантирует энергобезопасность ЕС. Ну и далее цитата. «Россия является ответственным поставщиком газа и кто бы что ни говорил, в Еврокомиссии США Россия была, есть и останется страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует». Конец цитаты. Однако также Песков добавил, что если Европа продолжит свой путь этого абсолютно безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют пониже, то ситуация будет другая. Но Россия в этом не заинтересована. Так что, в общем-то, вроде мы и не планируем останавливать прокачку газа. А с другой стороны, будете себя вести плохо, мы все-таки вентиль-то перекроем. Ну, собственно, действительно, если остановятся поставки газа из России, хотя, в общем-то, в Европе не очень-то этого хотят, они не планируют вводить эмбарго на газ, пока речь идет про эмбарго только на нефть. Но тогда, конечно, России будет не очень-то сладко, и особенно не сладко будет Газпрому, который, собственно, является ключевым поставщиком газа в Европу. Макдональдс списал более 1 миллиарда долларов во втором квартале 2022 года из-за продажи бизнеса в России. Чистая прибыль компании упала чуть ли не в два раза до 1,6 доллара на акцию, хотя годом ранее прибыль на акцию составляла 2,65 доллара. А федеральная антимонопольная служба оштрафовала Google на 2 миллиарда рублей из-за злоупотребления доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов. Собственно, ФАС провела проверку и установила, что правила работы с пользователями на YouTube непрозрачны, необъективны и непредсказуемы. Они приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках. Это установили ФАС. Ну, собственно, уже многие участники рынка, крупные блогеры говорят о том, что YouTube осталось жить недолго. И вот говорят, что сейчас обкатают блокировку YouTube на вновь созданных республиках на территории Украины. Мы говорим про ЛНР, ДНР, где говорят, заблокировали YouTube. Кстати, если вы в курсе ситуации, проживаете в ЛНР, ДНР, напишите, как у вас с блокировкой YouTube обстоят дела. Ну и говорят, что сейчас обкатают блокировку YouTube там, ну а дальше, собственно, заблокируют YouTube и в России. Ну, было бы, конечно, очень неприятно, потому что где мы с вами, друзья, будем общаться, встречаться и так далее. Видимо, придется все-таки общаться только через Telegram. Кстати, ссылку на мой Telegram я оставлю в описании обязательно к этому видео, поэтому обязательно кликните по ссылке. Обязательно подпишитесь, но просто, чтобы мы хотя бы с вами не потерялись. Это будет крайне обидно. Объем кредитования застройщиков жилья вырос на четверть за первое полугодие. В Дом.РФ считают, что в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, рынок какое-то время был на паузе. Но сейчас темпы кредитования восстановились. И в итоге с начала года объем открытых застройщиков кредитных линий вырос на 25%, до 8,3 триллионов рублей. Ну, а, собственно, за год рынок вырос в два раза. Также, по данным Дом.РФ, с помощью проектного финансирования и механизма счетов из Кроум, по которым сейчас строится 84% многоквартирных домов в 80 регионах страны, это 82,5 миллионов квадратных метров на секундочку и 7700 домов. Однако, объем средств на счетах Экскроу на текущий момент достигает почти 4 триллионов рублей. Ну, собственно, все в кредит. И покупка жилья в кредит. Квартир, да, и стройка для застройщиков тоже в кредит. Вот, ну, собственно, кто бенефициара всего этого процесса? Конечно же, банки. Ну, и очень печально, что на рынке недвижимости в России все больше и больше надувается пузырь. Но, как вы знаете, в общем-то, любой пузырь рано или поздно имеет шансы схлопнуться. И вот тогда, конечно, будет крайне печально и обидно. Но есть хорошая новость, на самом деле, по поводу рынка недвижимости в нашей стране. Минфин России предложил налоговые послабления для застройщиков. В частности, в Минфине предлагают освободить услуги застройщиков от НДС при долевом строительстве гаражей и машинных мест в многоквартирных домах. Соответствующие нормы содержатся в подготовленном министерственном пакете поправок в налоговый кодекс. Ну, а теперь про не самые хорошие российские новости. Хотя, с какой стороны посмотреть. Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов на докладе президенту Владимиру Путину. Он отметил, что к этому времени корпорация начнет формировать российскую орбитальную станцию. И сейчас Ракетно-космическая корпорация «Энергия» готовит эскизный проект новой станции. А проектирование завершится уже в конце 2023 года. Так что, друзья мои, не будет МКСа. Ну, не будет, точнее, российского участия в МКС. А будет у нас своя орбитальная станция. И вот, есть у нас свой Макдональдс. Скоро появится своя Икея. И скоро будет свой МКС. Еще и заблокируем YouTube. Опустим железный занавес. И будет вообще прекрасно и великолепно жить в нашем прекрасном, замечательном государстве. Не так ли? Ну и, собственно, давайте все-таки завершим это видео на позитивной ноте. Я обещал вам еще конкурс. Россияне стали чаще путешествовать по регионам и ездить в короткие поездки. По данным сервиса Сберспасибо, в июле самыми популярными направлениями в России стали Москва и Санкт-Петербург. Жаркие выходные в столице и заполненные гостиницы на юге страны увеличили спрос на путешествия по регионам России и короткие поездки за город. Средняя продолжительность бронирования в отелях сократилась до 1-2 суток. Об этом рассказали эксперты. Летом этого года вырос спрос на автобусные поездки. Чаще всего таким способом россияне ездили в Санкт-Петербург, Минск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань. По данным Сберспасибо, в июле Москва и Санкт-Петербург остаются самыми популярными направлениями для путешествий. Ну и, друзья мои, давайте маленький конкурс. Во-первых, напишите, куда бы вы сами хотели съездить в нашей стране, потому что действительно текущая экономическая ситуация, проблемы с логистикой и прочее вынуждают действительно многих россиян изучать таки все-таки нашу страну. И вот в этом году у меня вместе с моей семьей был план посетить один замечательный российский регион, замечательный российский город. И вот давайте сделаем следующие вещи. Попробуйте угадать, в какой российский регион или в какой российский город, кому как удобнее. Мы с семьей планировали обязательно съездить этим летом, но пока еще не успели доехать. Вот такой вот вам маленький ребус. Давайте пишите в комментариях, кто угадает регион или город. Вот, собственно, тому давайте дадим доступ к курсу для новичков на финансовых рынках, который называется «Быстрый старт». В общем, давайте погнали. В комментариях пишем, ну а в следующем новостном выпуске подведем итоги и выберем победителя. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Всем успехов в инвестициях и торговле. Подписка, лайк, колокольчик, комментарий. Все это вы прекрасно знаете. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok